друзья всем привет 4 дня назад мы вместе с вами распотрошили 5 оцененных орхидей которые участвуют у нас в проекте под названием оцененные орхидеи возвращение к жизни мы купили некоторое время назад 5 орхидей в оценочном отделе магазина с орхидеями по 199 рублей ну понятно что я как можно лучше выбирал орхидеи ну что выбрал то выбрал и вот несколько дней назад мы их с вами распотрошили обработали эти орхидеи от насекомых вредителей весь смысл всех процедур с этими орхидеями на нашем канале вот в этом проекте именно с задействованием средств доступных абсолютно всем ну потому что знаете когда а я снимаю видео и в этих видео использую какие-то средства которые мне доступны например оберон рапид от насекомых вредителей либо там а привикур от бактериальных и грибковых заболеваний то люди находящиеся на другом конце нашей страны и не имеющие возможности или магазинов купить подобные средства а вешают нос и поэтому и родилось родилась друзья такая а мысль купить несколько орхидей и на этих орхидеях показывать применение доступных средств и от болезней и от насекомых и тогда и тому подобное потому что не все средства например продаются в других например странах как например в европейских странах там днем с огнем с огнем не найдешь тех средств которые спокойненько можно купить у нас в россии и вот в предыдущих видео про эти орхидеи мы применили дегтярное мыло я уверен что деготь спокойно можно приобрести в европе то есть это не запрещенное средство для его применения продажи и покупки и вот сегодня друзья мы обработаем орхидеечки еще доступными средствами но средствами которые наверное больше относятся к кулинарии но обладают очень неплохими а свойствами от бактерий и в том числе и от грибковых заболеваний но прежде давайте посмотрим как у нас а наши с вами 5 архидеечек выглядят после обработки дегтярным мылом тем более что они у нас несколько некоторое время после покупки в оценочном магазине стояли специально в отдельном месте и я ждал когда на них проявятся насекомые вредители и вот по стечении двух недель эти насекомые проявились и стали трипсы и стали обгладывать все те места на орхидеях которые но они любят обгладывать это молоденькие побеги листики это шейки основания у орхидеи вот сегодня посмотрим если у нас какая-то динамика или наоборот регресс с этими орхидеи плюс еще был вопрос в прошлом видео когда обрабатывали эти орхидеи а дегтярным мылом был вопрос с какой периодичностью обрабатывать орхидеи в дальнейшем ну по-моему я отвечал что после первой обработки дегтярным мылом нужно будет обрабатывать орхидеи еще как минимум три раза по одному разу в неделю вот хотя бы вот такой цикл сделать почему потому что я уже говорил что трипсы они имеют разные стадии развития вот чтобы те которые находятся насекомые вредители стадии яиц и уже отложены в тканях и дождаться когда они вылупятся когда они станут возрослеют да вот в этот момент и как раз таки их обработать вот поэтому нужно 3-4 обработки в летнее время наверное срок нужно немножечко сократить раз в пять дней в осенне-зимний период когда мало солнечного света когда немножко прохладно то лучше этот срок раз в неделю то есть в прохладную погоду трипсы немножечко растягивается время вылупление из одной стадии в другую но это все тема касается по насекомым вредителям а сегодня друзья будем обрабатывать средством которые от знаете у некоторых и блогеров архаманов которых может быть когда-то где-то какая-то неудача настигла вызывают эти средства ну неоднозначные отношения я эти средства применял применяю буду применять не только я но и тысячи других людей эти средства применяют и они очень и очень помогают в уходе за орхидеями от болезни понятно что а я еще раз хочу подчеркнуть что на самом деле на земле нету ни одного средства которые бы на сто процентов в ста процентах болезней могло бы ну помочь да то есть те или иные средства они помогают но на какую-то часть болячек нету никак ни одного в природе и не в природе и в химии в том числе да произведенные средства какие руками человека да нету ни одного средства которые бы в ста процентных помогала бы от болезней нету такого если бы это было то это бы средство было бы наверное ну я не знаю самым уникальным и только его бы все бы и использовали есть средства которые помогают на какой-то определенный перечень болят болячек поэтому если одно средство не помогает на каких-то орхидеях тот не означает что она не поможет на других и наоборот понимаете то есть те или иные средства нужно чередовать а применять и в профилактике и в лечении и наблюдать вот и все нету еще раз подчеркну средств сто процентов вылечивающих и помогающих вот как знаете купил привикурда и думаю что в любой болячки гниющий да в ста процентах случаях он поможет когда-то это и помогает топаз когда-то привикур когда-то максим когда-то и другие какие-то средства точно так же и вот это наше сегодняшнее средство которое мы будем применять в большинстве своем она помогает но понятно что когда уже болячки в тяжелом стадии в тяжелой стадии сильно развиты тут тут уже наверное и и и и химия прославленные не поможет так друзья ну что давайте посмотрим и потом обработаем наших красавиц от грибков бактериальных болячек в качестве профилактики потому что смотрю все эти дни за орхидеями они вроде бы не проявляют каких-либо ну хотя есть конечно вот небольшие поражения вот как вот на этой орхидеи у здесь вот на шейке и текаре такое черное пятнышко ну вот я думаю что с такими вещами наше средство справиться так друзья ну что у нас здесь посмотрим сперва на орхидеи которые мы с вами обрабатывали от насекомых вредителей дегтярным мылом значит еще раз хочу сказать что все видео и все процедуры у нас выкладываются в плейлист который так и называется уцененные орхидеи возвращение к жизни и вот сегодня посмотрим на результат так ну вот значит одна у нас такая вот орхидеечка так что у нас здесь надо будет да все таки еще обрабатывать ее второй раз потому что видите прошло у нас сколько четыре дня сегодня пятый день мы 11 числа обрабатывали сегодня у нас 15 и значит видите есть у нас на этой орхидеи липкие пятна значит ее продолжают подгрызывать но это вероятно те те насекомые которые были в яйцах личин когда внутри ткани вот сейчас они вылазят начинают там прогрызать в общем вторая процедура через два дня вторая процедура обработки этих орхидей дегтярным мылом неважно мы посадим их или не посадим орхидеечки то если мы их пересадим к этому времени то мы будем опрыскивать и проливать грунт соответственно если еще не пересадим к этому времени то опять же будем их купать так следующая орхидея вот такая вот здесь у нас корней меньше всего на орхидеи вот такая вот но друзья все они выглядят бодрячком на самом деле а вот здесь вот мы срезали места гниения места гниения просто срезали мы скальпелем так 2 вот эту току что показывал она тоже очень сильно поражена была вот видите листик ее очень сильно поражен был трипсами трипсами плюс механические повреждения листа вот это не смертельно дальше смотрим 4 орхидея тоже немножко у нас видите листик в точке роста немножко тоже погрызом там вот такой прям неплохо вот ну и собственно корневая вот такая вот да и давайте на пятую посмотрим орхидею у который тоже следы были корни полезны посмотрите как посмотрите орхидея ожила у нее полезли корни смотрите как это интересно интересно вот но у нее вот видите эти следы от трипсов я уже показывал вот такие вот видите как насечки раз с одной стороны с другой стороны и здесь вот такие вот так ну ничего страшного сегодня у нас обработка от грибковых заболеваний и как вы уже обратили внимание у меня здесь стоит емкость вот такая вот такой мутной жидкостью непонятной до тех кто уже сталкивался те уже догадались что это за жидкость это по окрасившемуся градуснику в желтый цвет это друзья раствор куркумы и корицы но друзья в моем случае корица у меня настоящая то есть не кассия настоящая я уже показывал ее в прошлом видео ну а куркума у нас она на сегодняшний день куркума она и в африке куркума то есть не куркуму невозможно встать потому что а имитации куркумы других растений ну пока не существует если например корицу можно подменить кассии который тоже своего рода корица но она не стопроцентная корица и не сто процентов содержит все тех веществ которые настоящая корица содержит ну я думаю много не надо рассказывать про корицу и куркуму что это средства которые содержат большое количество микроэлементов которые подавляют в том числе патогенную среду бактериальную грибковую там определенным способом я не буду об этом рассказывать об этом много написано в интернете можно увидеть прочитать поэтому мы не на уроке химии вот я расскажу как я применяю эти средства можно их применять и по раздельности чередовать можно их применить вот как сегодня вместе то есть я взял треть треть чайной ложки куркумы и треть чайной ложки корицы и на литр на литр теплой воды заварил вода значит было 80 градусов такое знаете пред предкипеченный момент когда только-только пузырики начинаются сейчас уже остыла до 35 градусов то есть вот когда 80 градусов она была в чайник я насыпал я буду этот этот значит литр здесь литр в этой емкости буду разбавлять еще двумя литрами воды двумя литрами воды потому что буду в емкость все это сливать и поэтому на литр я на этот литр рабочий раствор подготовил точнее концентрат рабочего раствора подготовил я по чайной ложке того и другого и сейчас разбавлю еще вот этими вот двумя литрами воды таким образом у меня в итоге получается что треть чайной ложки куркумы и треть чайной ложки корицы я вот на один литр воды потому что мы будем купать наши с вами растения вот такие вот средства так ну что как и в прошлый раз я наливаю сюда в наш значит вот сейчас температура хорошая где-то не ниже 30 не выше 35 градусов потихонечку я сейчас давайте сперва я так сделаю налью сперва сперва налью чистую воду и в нее потом добавлю раствор от 2 литра чистой воды и литр потом раствора вот потихонечку солью здесь осадок у меня вот осадок лить не буду значит для в принципе для полоскания купания орхидеи в процессе пересадки значит фильтровать особо можно и не фильтровать вот этот вот раствор ну вот этот вот получившийся раствор а при поливе когда вот непосредственно уже у нас орхидеи в горшках и мы опрыскиваем саму орхидею и замачиваем корешочки то конечно раствор нужно процедить чтобы мелкая вот это вот субстанция вот эти вот не попадали в горшке не оставались потому что нам важен именно вода насыщенная вот этим вот микроэлементами они вот эти вот кусочки органики да из такого знаете мука и кусочки вот органические куркумы самой и корицы то есть они нам не нужны потому что они как раз таки отдав все питательные вещества воду они могут ну в общем разлагаться что не очень хорошо для закрытых горшочных грунтов так ну что вот такая у нас орхидейка и вот их прям целиком купаю вот минут десять в принципе можно просто искупать можно подержать вот в таком слабом растворе минут десять вот этого в принципе будет достаточно вот так вот каждую орхидейку я купаю мы купаем с вами каждую орхидеечку листиками полностью погружаем чтобы все у нас смочилась и вот минут десять они каждая орхидея должна вот так вот у нас быть погружена в раствор дальнейшие обработки можно профилактически делать вот таким же раствором раз в месяц чисто вот профилактически методом опрыскивания то есть по листикам опрыскать полностью и можно просто пролить вот таким вот раствором отфильтрованным пролить горшки грунт в которых у нас находится орхидеи так вот температуру сейчас замерим какая она здесь так вода быстро остыла желательно чтобы вода конечно было около 30 сейчас прохладная мне кажется долго готовился и снимал 10 минут прошло до съемки идут 10 минут вода быстро остывает ну в общем чтобы не ниже 25 была температура воды и не выше 35 то есть вот этот диапазон желательно что золотая середина это 30 градусов это наиболее такая благоприятная температура при которой орхидеи раскрывают устица в том числе и напитывают ткани напитывают жидкостью растворами так ну вот примерно вот так вот я это делаю вот понятно что у нас здесь как бы когда но это съемка проходит поэтому все вот так вот так еще три орхидеи очки 1 2 3 подержать 10 минут и обратных выйти вот в емкости ну и следующая у нас уже будет наверное процедура с этими орхидеями мы их по всей вероятности уже пересадим мы их с вами пересадим так но я от ускоренный момент до показываю каждую что я каждую обрабатываю чтобы не было каких-нибудь подозрений что я какие-то не обработал видите вот она погрызанные тоже сюда все все пять мы искупали ну я еще конечно подержу сейчас камеру выключу еще еще их покунаю сюда ну и все поставим их на под сушечку то есть чтобы они просохли делаю я это с утра чтобы все вот эти пазухи куда попала жидкость чтобы эти все пазухи успели до обеда до вечера просохнуть то что если не просохнет что маловероятно берем вот салфетку бумажную и промакиваем если вдруг кто-то это сделал днем или у кого-то прохладно дома но еще раз говорю я ни разу у меня такого не было что у меня орхидеи до ночи не просохли все прекрасно просыхает можно поставить вот на подоконник яркий куда-то где много света где например работает батарея быстро все это дело высохнет вот все друзья вот такие у нас процедуры сегодня куркума и корица мы у нас на канале не раз применяли корицу и все орхидеи все абсолютно все орхидеи на которых применялась у нас корица на срезах на корнях припудривание прекрасно себя чувствовали даже лучше чем но вы помните тех кто постоянно смотрит канал лучше чем классическими какими-то химическими средствами и препаратами вот еще раз говорю что на самом деле нету стопроцентных каких-то средств которые бы лечили орхидеи защищали орхидеи от болезней каждый препарат имеет ограниченные какие-то свойства и действия на ограниченное количество болячек потому что все болячки они ну несмотря на то что там ведут к гниению у всех причина там грибки или бактерии вирусы могут быть их десятки 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 разных но у всех и только один орхидеи начинает гнить ткани начинают поражаться все друзья вот такая процедура через несколько дней мы вернемся к этим орхидеям и посмотрим как они себя чувствуют всем друзья хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока